развела здесь бардак смотрите что я делаю ведь разобрала машинку все у меня сломался вот этот держатель для катушки ниток вот этот ломалась я пробовала несколько раз приклеить не получается купила в логосе я другой держатель он немножко отличается вот вот такой без тарелочки без этой но вставляется так же как этот смотрела в интернете нужно снять вот эту панель половинку вот это вот раскрутила все винты ничего не снимается в общем боюсь все сломать вот раскручиваю даже дно хотя там написано дно раскручивать не надо но не снимается возможно вот эти вот клипсы как-то за защелкивается их надо освободить интернете написано что нет никаких клипсу это вот бразером этой машинке швейный но делают не знаю что сказать я ее скрутила обратно ничего не получилось у меня вот этого не вытащила я подумала зачем я все это затеяла потому что собрала остались там у меня винты болты вот здесь вот не соединилась как положено тут вот в общем надо теперь специалиста вызывать чтобы он мне ее по новой собрал потому что я вот здесь вот это прикрутить не могу там снизу открутился болтик и упал туда вниз в общем наделала дел шила машинка все нормально все отличие полезла сюда вообще очень 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 плохо поступила я сегодня варю лапшу но такую необычную лапшу как всегда во первых я смог не смотрите что у меня не очень прозрачный бульон потому что я как частенько бывает пропустила момент когда нужно было убрать пенку ну в общем так ничего страшного сидите конечно ничего не будут ничего страшного это наши крылышки наши куриные местные крылышки вот почему я хочу вам показать то что я вам забыла похвалиться вот этой лапшу купила и вот этому покупаем к лагману мне так понравилась эта лапша я ее редко встречаю но если встречая покупаю вот это вот для бульон для супа я сделаю а это для лагмана делают мы разморозили утку вечером буду готовить утку и лагман сделаю так но не такой классический а какой у меня получается с овощами там все такое замороженными томатами так далее и вот еще начала делать пережарку но вспомнила открыла баночку галочка мне прислала вот такой вот смесь сушеных овощей приправ которые я буду использовать но раз уже тут покрошила ничего страшного паре я туда его сброшу так что еще вот еще что я еще сюда добавлю фасоль потому что она у меня размокла уже как бы фасоль сюда никак но раз она размокла она у меня смотрите вот сейчас вам покажу она у меня калиброванная ну я семена перебирала те которые мелкие те которые мне не понравились разного сорта всякая всякая разная я ее отобрала и вот сейчас я просто цвет не понравился ночью семенные ровные оставила красивая это вот сейчас сюда брошу будет у меня здесь картошка картошку он порезала картошка лапша фасоль и вот такая вот пережарочка и вот такой вот зелень там морковка есть все будет достаточно так вот такие вот крылышки у меня здесь шесть крылышек но они не такие не совсем таки с плечиками так что много жалко что конечно я не убрала пенку ничего нормально может быть яйцо разобью если не сильно густо получится но будет густо потому что много слишком всего вот эти кашпо вот эти у меня три сереньких и вот этих коричневых им уже два года они висели всю зиму но это плохо надо убирать правильные мороз и свет порт пластик но здесь пластик очень хороший они дорогие эти кашпо если хотите вот по виду по внешнему загуглите в интернете не помню что-то 200 что ли рубля хорошие классные крепкие красивые но маленькие в этом самый большой минус хотя ну для для лобели еще может и подойдет но все равно все равно знаете страдает она приходится по два раза поливать каждый день я их хочу отмыть все хорошо сделать в них тоже посадить лобелю и вот эти кашпо я продам вместе с лобели ну как бы прибавлю хотя бы 100 рублей за кашпо и вот а всегда надо будет какие-то побольше все равно повесить хотя очень красиво таких красивых кашпо редко бывает сейчас даже бывают такие плетеные тоже дорогие конечно плетеные но симпатично опять но уже у всех вот эти копья не хочу плеть вот как который как у всех вот эти вот они у меня только я не видела ни у кого больше таки кашпо красивые ну в общем что-то все равно с ними придется сейчас землю вытряхну и помою их сложу на хранение так домой прям занесу дома помою так что буду вот в этих кашпо продавать тоже видите какие тут интересные крепления видите вниз и снимаешь очень крепкие вот эти усики крепкие толстые усики сниму землю высыплю и буду мыть маргош там кто понесла белье сниму ля-ля-ля мы приехали в наш любимый магазин color loan мы приехали купить окно для гаража но еще что не посмотрим вадим будет ставить сам окно это в принципе он умеет он в сарай ставил пластиковые окна и посмотрим что не еще может поснимая я люблю этот магазин очень люблю мне нравится прям такая развлекаловка семена посмотрим может какие-нибудь вот нам очень нравится такая тележка к мотоблоку хотя мотоблока еще нету конечно ну вот вадим в январе день рождения будет меня есть мысль подарить ему хотя бы тележку а мотоблок он сам потом купит это дополнительные борта стоит 2 990 без них стоит 14 990 но вот года за три за четыре цена поднялась только на тысячу у нас 14 до стоило тележка хорошая нам понравился по толщине и по теплоте вот этот линолеум вот он стоит вот столько но он четыре метра нам надо три с половиной нет таких нету и вот понравился вот самый наверху такой под состаренный видите увеличу его посильнее вот и и увеличу попробовать цену 699 а среди тех которые три с половиной практически ничего нет есть вроде бы симпатичные но они очень мягкие он стоит 1600 мягкий очень очень мягкий такой какого-нибудь немножко хочется коммерческого чтобы было папа потому что мебель начнешь двигаться раз порвется это уже мы знаем еще понравился вот этот вот состаренный стоит квадратный метр 700 рублей что 99 и вот тут рядом выбеленный такой тоже состаренный тоже 700 рублей но утепленные подложки потрогать не смогли наверно хороший вот понравился в колорлоне вот я нашла такие коврики имейте в колорлоне недорого все есть два размера 60 на 180 а вот 55 на 90 кстати италия 55 на 90 примерно такой коврик который я сделал он стоит 250 рублей совсем недорого но смотрите сейчас я вам покажу что тут видите она все просвечивает насквозь она не плотно но очень не рыхлая видите дырки вот и все вот примерно такого качества сложу обратно буду округлять да вот 60 на 180 470 почти 500 45 на 80 маленький совсем узенький вот так 60 на 140 почти 400 и самые дорогие коврики 120 широкие это очень хорошо 930 рублей но они все рыхлые вот смотрите вот я показываю сейчас на меня упадет видите вообще-то это все порвется очень быстро это вообще никуда не годится вот тот коврик который у меня порвался он был очень плотный очень плотный я специально такой выбирала это он он прослужил ну так нормально около двери входной он лежал на на года даже два так вот а до этого еще в кухне лежал пару лет такая вот история вот колорлоне вот 475 ничего симпатичный такой прямо полоски такие одноцветные вот 60 на 180 и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какая прелесть! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какое чудо! Вот они, коровки! Вот она, коровка! Вот она, олени. Кругом. Потому что... Ну, а что? Вадим, он она, я. А Дима, кно привез. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девять тысячи пятьдесят. Ага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дома все покажу, расскажу. Для чего вот это мы купили, для чего вот это, для чего вот это. Ну, окно в гараж. Угу. Спасибо. Хорошо, светофор еще не горит. Я вам елочку сниму. Вот. Вот эти. Елочку они тут нарядили уже. Ох, какая красивая. Красивая. Посмотрите, что случилось. Я забыла выключить плиту, но было на двоечке. Поэтому, в принципе, выкипело до такого состояния. Смотрите, полкастрюли выкипело, полкастрюли осталось. Получился у меня лагман. Лапшу только что сейчас бросила. Она на пару немножечко разошлась. Специально даже для лагмана широко, она будет долго расходиться. И бросила вот эту сушеную зелень от галочки бубликовой. И сейчас накрою крышкой, оно постоит. Получится вот такое вот у нас блюдо. Получается, что час кипело до того, как уехать. Потом мы забыли. Лапшу не сбросили. Слава Богу, а то тут каша совсем была. Получилось фасоль и картошка. Ну, вот где-то маленькие, маленько. Вы знаете, мы относимся нормально. Конечно, то, что я плиту выключила, это ужасно, это отвратительно. Это нельзя. Это надо пресекать и не допускать. И вообще что-то с этим делать. Проверять все. Ну, по крайней мере, на сильном огне я практически ничего не делаю, кроме молока сгущенного. И все. Поэтому, ну, будет вкусно, но все равно грустно, что я позволяю себе забывать это все. Ну, вот. Сейчас разбухнет немножечко все настоится. И будем есть вместо супа лагман. Мы нормально к этому относимся. Главное, чтобы были сами продукты, которые вы используете хорошего качества. И все. Вот. Приятного аппетита. Извиняюсь, что показываю такую картину, но хотела кое-что сказать. Вот этот суп не суп, что там получилось у меня. Ну, назовем его лагман. Получился. Я его готовила на крылышках от черных кур. Помните, у меня большие черные куры были. Вот. Здесь было шесть крылышков. Так вот, они варились четыре. Даже первый час, когда я была здесь, и четыре часа у нас не было. Пять часов варились. Смотрите, какие косточки. Вот звенят. Смотрите. Вот если бы вы бройлеры, магазинную курицу сварили, они бы давно бы уже... Их можно было бы жевать. А эти, ну, настолько твердые. Вот настолько я просто удивлена. Так долго варились крылышки и вот такие твердые кости. Ну, вот. Я думаю, что это говорит о том, что домашняя курица все-таки, она здоровая. Она не пичкана, ничего. Кости не разрушены, не мягкие. Она как положено. Кальция у нее в норме. Все у нее в норме. И все замечательно. Вот хотела добавить. Вывод такой сделали мы с Вадимом. Потому что, ну, они абсолютно, знаете, как железные. Вот такие вот. Я даже не знаю, моргушка, наверное, тоже не сгрызет, наверное. Ну, давайте я быстренько расскажу, что мы купили. Купили вот такие мебельные щиты. Это нужно будет нам для того, чтобы поставить раковину в душевую на второй этаж. Ну, как и задумали, пока Вадим сделает, покажем. Так, дальше что? Купили вот такую вот раковину. Это в кухню на второй этаж. Она маленькая. Мы хотели, конечно, под камень. Но под камень стоит 4 тысячи. Это стоит 1600. Поэтому купили вот такую вот. Она маленькая и самая то. Ну, не спрашивайте, зачем мне кухня нужна на втором этаже. Я не знаю, зачем мне кажется, что она просто там нужна. Не знаю. Так это я забежала в фикс-прайс. Моя любимая туалетная бумага трехслойная. Там самая недорогая. Она стоит 99 рублей 6 рулонов. Трехслойная. Вот, это Вадим купил себе всякие саморезы. Окно вставлять. Да, вообще саморезы нужны. Вот эти большие пены для этого же. В общем, так. Так, это решеточки. А, по цене? Ну, что там? Пена по акции. Это 199 рублей. Вот эти вот решеточки нам нужно в нашу спальню поставить. Где у нас выход от камина? Ну, такие щели. Они некрасивые. Мы сделаем красиво. Покажу. Так. Потом вот этот вот сетевой фильтр. Такой прикольный. Молочного цвета. Подходит под наши розетки. Но это не важно уже. Он недорогой. Он стоит 305 рублей. Вот такую щеточку всю жизнь мечтала. Вот я ее положила в корзину. И мучила Вадима целый час. Для чего она нужна? Для чего она нужна? Она стоит что-то дорого. Не знаю. Ну, в общем, где-то 170 рублей, по-моему. Но я каждый раз ее возьму в руки, выложу. Возьму в руки, выложу. Но сейчас не стала выкладывать. Потому что она очень нужна. Скажите, для чего? Вадим не догадался. Вадим сказал, наверное, банки мыть. Наверное, тарелки мыть. Наверное, сковородки мыть. Наверное, не догадался. Ладно. Вот это вот я купила себе два валика для того, чтобы красить кое-что. Тоже покажу. Это нам валики дешевые. Этот 40 рублей валик, этот 50 рублей валик. Так, вот такие вот заглушки на втором этаже в кухне. Не хватило нам немножечко, бы докупили. Так. Потом вот таких купила редиску раннюю. Уже. И решила взять вот такие желтенькие томаты. У меня таких вот просто желтых. У меня оранжевых есть много. А желтых просто вот нету никаких. Взяла попробовать. Так, вот это вот от крыс. Потому что иногда, и бывают иногда у нас отрава. Так, все, по-моему, вот эти вот штучки еще. Они стоят по 49 рублей. Тут две. Это для того, чтобы красить, я поняла. Наливать туда краску и красить. Кисточкой или что. Вот, я их купила. Я давно такие штучки искала. Не знаю, как у меня получится. Сейчас я вам покажу, для чего хочу их сделать. Они маленькие, это кажется так. Ну, где-то, я не знаю, литра, наверное, нету воды. Может быть, литр. Может быть, литр. Литр скорее всего. Наверное, литр. Сейчас покажу, для чего. Вот, я взяла это из-за вот этого принципа. Например, вот у кур, да, перегородка какая-то. И можно так вот одеть на перегородку, налить сюда воды. И все, и поилочка такая будет. И она будет, как бы, висеть в воздухе. Можно маски сюда соды насыпать. Хотя я уже давно соды и не кормлю ее. Ну, можно еду какую-то ей сюда насыпать. Я не знаю. Для чего-нибудь попробую. Если очень понравится, пригодится, еще куплю. Они стоят 49 рублей. Пластмасса такая твердая, толстая-толстая пластмасса. Прямо, ух, какая хорошая. Это строительная штучка. Ну, в строительном отделе мы купили. Ну, вот и все. Все, что я купила, все показала, рассказала вам. Вот. А вам, кому понравилось мое сегодняшнее видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями, пишите, для чего нужна эта щеточка. И заходите почаще в гости. Пока-пока.